Вышла статья на Комсомольской правде. Откровение русского солдата о шести месяцев плену украинцев. Нас пытали, пичкали украинскими новостями и заставляли работать в лагере во Львове. Вернувшись из украинского плена, русский солдат рассказал о созданном во Львове трудовом лагере для россиян. Почему мы заинтересовались этой статьей? То есть, россияне, русские журналисты, они пишут во Львове трудовом лагере. Но что здесь интересно? Они пишут, что большинство из военнослужащих, которые вернулись 24 октября, они не хотят говорить о том, что они там пережили, но нашелся какой-то Максим. Максим без... Ну, мне в это трудно поверить, что они не хотят об этом говорить, как они пребывали в плену. Но нашелся какой-то ноунейм Максим, да, без фамилии. И как бы анонимно он рассказывает о том всем, что он прошел в плену в Украине. Кто с хочет, он найдет эту статью через VPN. И, например, да, мы перейдем к разделу, где он говорит о львовском лагере. Потому что, ну, как бы мы... Это не во Львове находится, ну, пусть на Западной Украине этот лагерь находится. Вот что он пишет. Сейчас я найду, что он пишет о своем пребывании во Львове. Во Львове, да, он говорит во Львове. Так, так, так. И уже после СИЗО нас отправили в лагерь для военнопленных во Львове. Там избиений не было, но давили морально очень жестко. Постоянно оскорбляли. В лагере мы работали. Распорядок был, как в армии. В 6 утра подъем, в 22 отбой. Бедный ты наш. В лагере был режим в 6 утра подъем, 22 объем отбой. Ну, конечно. А мы как хотели? Смотреть телевизор, сидеть в интернете и чатиться все время в статусе военнопленного. То есть это вообще какая-то дичь. Человек рассказывает, что в лагере его заставляли вставать в 6 часов. Я лично утром также встаю часто в 6 часов и даже ложусь позже. Они отдыхали в 8 часов. Кто-то из нас там чинил поддоны, кто-то в столярке работал, кто-то на сварке, кто декоративные палки крутил, кто-то клеил подарочные пакеты. Украинцы просто на нас зарабатывали. Если вы зайдете на наш YouTube канал, то вы сможете увидеть пребывание военнопленных в этом лагере. Мы сняли где-то 15 минут. Мы все подробно там показали. Да, они клеят там пакеты, ничего там тяжелого нету, никакой тяжелой работы. Они ничего там тяжелого не носят. Но что здесь интересно, подчеркнут. Украинцы просто на нас зарабатывали. Вот я уже не помню, с каким никнеймом был этот чувак, который там писал о женевских конвенциях. Что я вам хочу сказать. Эти военнопленные свои работы, они зарабатывают. Я не помню, какая там сумма назначена, когда они в плену. Но это все накапливается на счет. И в зависимости от того, что они делали, потом эти деньги они могут потратить. Например, там есть такой небольшой магазинчик. И они могут там купить сладости или еще какие-то вещи или сигареты себе. То есть никто там на этих пленах не зарабатывает. Потому что там все время ездят в Красный Крест. И они там смотрят и так далее. То есть украинцы, они не россияне. Они ставятся по-людски к военнопленным. Доступов в интернет там не было. Но каждый вечер нам обязательно показывали украинские новости. Вот, вот это все мучения, которые были в лагере. Доступа в интернет там не было. Ну конечно, это же нужно было провести российским военнопленным. Также интернет. Но, почему мы также говорим о этой статье. Я еще раз подчеркну, что это человек ноунейм. Так, какой-то Максим. Не говорится ни фамилии, ни ничего. На этой же странице в интернете мы нашли интересное видео. Вот так. Но уже с реальным российским солдатом. Это даже не солдат. Но он у нас был на интервью. Это Илья Черноусов. Это москвич. Если вы припоминаете его интервью. Он такой идейный. И шел в Украину как бы возвращать исторические территории. Он там говорит о захвате Одессы. И так далее. Он не кадровый военный. Он записался добровольцем. У него была более-менее нормальная зарплата там в Москве. Но вот этот русский империализм и русский дух у него бурлил. И он пошел воевать в Украину. Давайте послушаем, что тогда говорил Илья Черноусов. Я так думаю, что мы хотели захватить Харьков, Харьковскую область. Украину? Ну, часть Украины. Не, ну заходили с разных сторон. Ты это тоже знаешь, да? Ну, то есть Украину хотели взять? Ну, я так думаю, что часть Украины хотели взять точно. Вот, честно, напомнение. Илья. Илья. Первый нормальный русский, который говорит, да, хотели захватить Украину. Честно говорю. Ну. Да. А для чего вот русским Украина? Ну, я так, ну, это мое мнение. Да, все твое мнение. Не Путин, то есть я не принимал решения об этом. Я думаю, что, потому что исторически это было частью Российской империи. И, наверное, мы здесь все очень похожи. Ну, все. Первое время, где я был в плену, это Днепропетровск. Там, в принципе, я бы не сказал, что мы очень разным. Венталитет. Например? Ну, мне казалось, что такие же русские люди со мной общаются. Я? Вы тоже похожи, да. Да, Черноуса говорит, что я так же похож на него. Мы очень, как бы, похожи. Не знаю, вот этого у меня вообще там замешание. Потому что я, как бы, такой, как бы, истинный Бандера. Я зародился на Западной Украине, недалеко, где родился Степан Бандера, да. Я патриот своей стороны, разговариваю на украинском языке. Ну, и все другие, как бы, атрибуты, которые должен иметь Бандеровец. Я думаю, что проблема у Ильи была та, что у меня не было татухи. У меня, если бы где-то было видно татуху, вот тогда бы он сказал, да, вот это, как бы, Бандеровец реальный. Там, вот, чтобы, как бы, я не был похож на Илью Черноусова, нужно, скорее всего, набить себе какую-то татуху. Но, к чему я это веду? Илья Черноусов также был обменен. Он две недели или три недели назад был веселый. И у него российские пропагандисты также взяли интервью. Давайте послушаем, что сказал Илья Черноусов россиянам. Ощущение, что я попал домой, на родину. Я очень благодарен нашему командованию, что нас не забывают. Мы там крепились, ждали нашей победы. Сейчас просто переполняются эмоции. Ну, тяжело себя держать в руках, потому что ты находишься на своей территории, на своей земле, рядом твои товарищи боевые. И, ну, просто дух переполняет. Хочется увидеть семью поскорее и, ну, чем-то помочь фронту еще. Я не знаю, ну, ранение мне будет заживать, сделают операцию и дальше. Ну, война план покажет. Или обратно, или в каком-то другом амплуа. Да, Черноусов хочет продолжать эту всю дикуху. Вот это и дальше фронту. Он это называет «Я хочу помогать фронту». И дальше, как бы, зайти в Украину. Ну, посмотрим, что будет с Ильей. Дальше, вот я смотрю, нас смотрят тысячи людей. Спасибо, что нас смотрите, что лайкаете наше видео. Это очень помогает для поддержки нашего контента. Я перейду немного к вопросам, которые вы ставите. Я просто буду читать и, например, там комментировать, что я об этом думаю. Очень быстро, потому что это, 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 очень быстро, потому что много комментариев. А.С.Х.Т. пишет. До речи, что подальше утрапилось с полоненными из Ордло, обменяли чи силы до язницы. Военнопленных из Ордло, это территория, которая не под контролем Украины, и их также обменивают. Я их спрашивал, кстати, хотят ли они остаться в Украине, понести, ну, то есть, какую-то кару из этого, из того всего, что они сделали. Никто не хочет. Все хотят возвращаться в Донецк и в Луганск, откуда они родом. Валентина Козора пишет, дякую любому за вашу работу. Дуже цікавое интервью, жодного выпуска не пропускаю. Бажаю вам наткнение. Дякую також вам, что нас дивитесь, а еще нас потребует. Магарита Заморина, спасибо большое за вашу работу. Скажите, пожалуйста, смогли бы вы взять после вашей победы интервью у Путина, чтобы спросить, раскаивается ли он или побрезговал бы. Не знаю, будет ли такая возможность, сзади у меня интервью у Путина. Очень мне тяжело верить, что Путин раскается когда-нибудь, потому что это не секрет, то, что делают его солдаты, россияне здесь в стране, и то, что сделала Россия под его руководством. Так Увилко пишет, русские все знают про войну, никто это не называет, там спецоперации, им никто ничего не будет объяснять, нет смысла. Они все терпят. Семеном Злоев спрашивает, после интервью расстреливал бедолаг? Нет, бедолаги не расстреливали. Они вообще-то там не очень-то бедолаги, мы нормально там общаемся после интервью, обмениваемся еще какими-то мнениями. Откуда, Семен, у вас такое представление, что там их кто-то должен расстреливать, и я лично должен расстреливать, я не знаю, это смешно. Марк Куршин, я действительно, кто хоть как-то был адекватным, это вчерашний пленянный из Тули, Вадим, если не ошибаюсь, все остальные наглое, запуганные своей властью Орки. Да, большинство из них они запуганы. Запуганы Любов Беркович. А чому вы спилкуетесь с нами проклятою мовою? Любов, ну я уже это подъяснил, ну честно вам скажу, это вопрос из офф-топа, нас много смотрятся россиян, и поэтому я говорю русийскую мовою. Не будьте подібнее на них, трохи так. У меня таки вражение, что вы хотите переконать всех, что все мать, разумеете, украинскую мову. Пятый Русск, расскажи о плане Барбароса полностью, расскажи, что же вы пытаетесь притянуть. С, ну это скорее всего боты. Также, вы у пленных спрашиваете, хотят ли они остаться, у них есть такая возможность. Да, у некоторых я это спрашиваю, но почти все, они говорят, что они хотят возвратиться домой. Вот я у этого Сергея спрашивал, он из Орла, мне кажется, и он говорил, я говорю, почему, хотите остаться? Он вообще такой веселый человек был, он говорит, нет, а почему? Ну все-таки Родина. Ну вот, все из них хотят возвратиться домой. А вы их расстреливаете после интервью, почему они такие немощные, бичей набрали каких-то, Евгений? Ну, извините, если они выглядят как бичи, то это бичи российской армии, это не моя вина, да, какие были у таких, я и беру интервью, это ваши родные бичи, которые попали в армию Рефии.